На семинаре подняли вопросы увеличения финансирования на профильную деятельность, создания единого информационного центра, а также работы детских оздоровительных лагерей. Поговорили о введении нового стандарта обучения. Его детали пока уточняются, но одно известно точно. Современная система воспитания должна основываться на формировании ценностных ориентиров. Мир, семья, отечество. В целом она идёт очень успешно, позитивно воспринимается педагогическим сообществом, родителями. Но понятно, что нужны некие уточнения, которые мы обязательно внесём, для того, чтобы с 1 сентября все школы уже работали по пробиранной программе. Семинар проходит в педагогическом университете. Со слов министра, имену Ульяновский вуз славится сохранением традиций. Коллеги из профильных университетов страны сошлись во мнении, что в современном мире важен непрерывный процесс педагогического образования. Начиная от педклассов в школах и заканчивая повышением квалификации, переподготовки учителей непосредственно в регионах. Это очень важная позиция. Сегодня мы в таком очень открытом диалоге многие вопросы задавали министру, он на них отвечал. Но и сама его позиция и профессиональная, и гражданская, и человеческая, она нам очень импонирует. Особое внимание уделили подготовке новых кадров. К примеру, студенты УЛГПУ проходят практику не только в школах и лагерях, но и в центрах дополнительного образования. На семинаре представили основные направления деятельности. В основном это интерактивные развивающие игры для деток. Ребенок начинает слушать музыку определенно, и слушает ее не только ушами, но и через костную проводимость. Тем самым внутри организма это все синхронизируется, тем самым у нас активируются процессы мышления, внимание, память, речевые функции начинают развиваться, ребенок становится более усидчив. Практика позволяет будущим педагогам обмениваться опытом, учиться находить подход к детям с разными особенностями здоровья, развиваться профессионально. На семинаре большая программа была предусмотрена для лидеров студенческого самоуправления. Им предложили в формате мозгового штурма разработать календарный план по направлениям воспитательной работы.